Всем здравствуйте! Это новости Турции. Если вы открыли подобное видео впервые, я вам расскажу о том, что я живу в Турции, перевожу новости на русский язык из официальных турецких источников. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Обязательно подписывайтесь. Это мой личный блог без какой-либо претензии на профессиональную журналистику. Новостей у нас сегодня много. Очень много внутренней политики социальной жизни человеческой, что здесь происходит. Но начнем мы с внешней политики, таких больших важных политических событий, которые у нас произошли. А потом плавно перейдем к внутренним делам. Из внешнего, что у нас было? Был приезд Блинкина. Это очень важно. Были переговоры. Он провел две встречи. Кстати, сразу отмечу, на его пути он сначала прилетел в Анкару, затем приехал в Стамбул. На его пути в Стамбуле активисты вывесили флаги Палестины, плакаты различные, протестного содержания. Сначала он провел с главой МИД Турции встречу с Хаканом Фиданом. Затем он встретился уже с президентом. Обсуждали самые главные темы стандартные. Это ситуация в ГАЗе, ситуация с истребителями Ф-16, их блокировкой санкций. Прохождение Швеции, вступление в НАТО, одобрение этой поправки Турцией. И, в принципе, какие-то внешние связи. Хочу отметить, никакого разговора про войну Украины-России на повестке нет. У нас сейчас на первой повестке ГАЗа стоит. Нарратив ситуации такой, если пересказать простым языком. Условно, если Америка снимает санкции с поставок Ф-16, то и Швеция вступает в НАТО. И в ГАЗе ситуация будет как-то разрешаться. То есть, на самом деле, закулисные торги идут. И, скажем так, Америка взяла временно подумать, будем разбираться. Окончание послевкусия этой встречи довольно-таки приятное, ненапряженное. Поговорили-поговорили, приятно друг другу ручки пожали и, в общем, разъехались. Никакого конфликта, накала, проблем, еще чего-то в этой встрече такого не было. Предвыборные гонки стартовали официально. У нас весь телевизор, главные федеральные каналы говорят про выборы мэрские, которые будут 30 марта 2024 года. Началась официальная агитация. Новости вечером с, знаете, с субтитрами, что сделали, а что обещали в Стамбуле, например, про муниципалитет, про работу мэра. Совсем связанные с этим, с провокацией, естественно, ЖКХ, коммуналки, платежки и вся прочая история, как и во всем мире, как и везде могло бы быть. Таких-то супер-мега-предсказаний, чего-то необъяснимого не предвидится. Предсказуемо, возможно, скорее всего, победит мэр, останется демократические взгляды, в которые был сейчас и Крем, и Мама Улу. У него очень большая поддержка и по стране, в принципе. Один статист иностранный сказал о том, что из статического агентства, что если и Крем, и Мама Улу возьмет сейчас, все-таки держится на своем посту и возьмет кресло мэрское на следующий срок, то он следующий кандидат в президенты, который, скорее всего, победит Эрдоган, это будет уже следующее. Ну, это при анализе политической и экономической атмосферы в стране, что к этому моменту, через энное количество лет, к следующим выборам президентским, это готовый кандидат на пост президента, за которым люди пойдут. ПСР, правящая партия, они выдвинули своего кандидата на пост мэра Стамбула на выборах. Это Мурат Курум, это бывший министр окружающей среды и урбанизации. Если мы берем политический вес в обществе, у него поддержка тоже хорошая будет, потому что он представитель партии своей, партийцы будут голосовать. Если мы берем социальный вес в обществе, конечно, у него вес в обществе гораздо меньше, чем у Крема и Мама Улу. Это такой свеженький еще пока что представитель, который выходит на большую арену, и довольно-таки можно оценить это в принципе, что от правящей партии слабоватый кандидат, но у него может быть проведена прекрасная предвыборная кампания избирателей, хорошо с ними поработают, и он может в принципе победить. То есть на данный момент на старте слабоват, но по факту мы посмотрим, насколько хорошо, качественно сработают политологи. Все продвижение и пиар избирательной кампании, и он может составлять к выборам уже к 30 марта, набрать обороты, хорошие проценты, составлять действительную конкуренцию действующему мэру Стамбула на данный момент. Ну и на всем этом политическом фоне на прошедших выходных на таксине была демонстрация, если так можно выразиться, некий протест и марш. 18 студентов Стамбульского университета государственного не могли сводить концы с концами, которые жили в общежитии, жили на стипендию, у них нет денег на съем жилья, на какое-то там супер-мегапитание из обычных или, скажем так, небогатых семей, и у них не было возможности продолжать учиться на бюджете, просто жить и существовать в городе, потому что цены непомерно огромные. И от своего отчаяния эти студенты вышли на протест с плакатами на таксине. Прошли они недолго, их очень быстро разогнали полицейские, разогнали при этом жестко, их арестовали. Больше эта тема вообще в социуме не развивалась, но хочу отметить, да, на что люди, на какие крайности уже готовы идти. Тему одну я тоже раньше не освещала, решила, знаете, не сильно уж вам негативить новостями, но три недели назад у мужчины была попытка самоубийства, я не знаю, умер он в итоге скончался или остался жив, вроде бы скончался. В одном из крупных торговых центров Стамбула он спрыгнул просто с перила вниз, там несколько этажей было и разбился. При этом он говорил о том, что кричал, это есть видеозаписи эти, о том, что у него долг в 15 тысяч лир, его детям и у семьи нечего есть, и он от отчаяния идет на этот поступок и готов покончить жизнь самоубийством. То есть экономические проблемы довели его до этого состояния. И на фоне этого всплывает, скажем так, чек из столовой государственной, где у нас питается парламент Турции. Я хочу зачитать вам цены, которые там на этом чеке. Жареная говядина с рисом 42 лиры, кадаив с фисташками десерт 32 лиры, салат из тунца 45 лир, хумус на оливковом масле 12. Хочется сказать о том, что в обычных нормальных ресторанах Стамбула подобные блюда стоят примерно в 3 и выше раз дороже. То есть эти суммы, например, порция мяса никогда не будет стоить ни в одной самой дешевой столовой города 42 лиры. Это порция 250-300 и выше, для понимания. Опасная рыба-шар, рыба-фугу, пришла к нам из Красного моря. Она смогла переплыть Эгейской из-за повышения этих температур. И пришла, собственно, в Мраморное море. Это побережье Анталии, Измир. Туда она у нас ушла. И Стамбульское направление. Это у нас было распоряжение по всем этим направлениям. О том, чтобы люди или рыбаки не прикасались к рыбе, не брали ее в руки. Она опасна даже не только при поедании ее токсично, а даже при прикосновении. Это может быть отравление или вообще может за собой индивидуальная неприносимость яда. Человек может скончаться. В общем, население у нас повысилось, повысилась популяризация этой рыбы-фуга. Она вообще, в принципе, во всем мире ее становится гораздо больше. Потому что ее, с ней не хотят работать рыбаки, она опасная. Ее мало вылавливают. И в природе ее становится все больше и больше. Небольшой социальный скандал. Турецкий сериал есть «Красные бутоны». Он называется. У него вышло три серии. Идет он на канале Fox. И третью серию уже запретили выпускать в прокат. Посмотрим, на этой неделе будут ли другие серии, или будет что-то переснимать. Почему? Потому что набрала 30 с лишним тысяч протестов, скажем так. Плохих комментариев было в социальных сетях. Претензий к этому сериалу и производителям, телеканалу Fox. Потому что людям не понравились сюжеты, тема, которая раскрывается, и как себя ведут герои. О чем, собственно, сериал, и в чем скандал? Потому что сериал показывает вот этих 50% населения в стране религиозных верующих мусульман. Их социальная жизнь, естественно, это же всегда турецкий сериал, это драма, трагедия, переживания, любовь. И после двух первых серий 30 тысячам граждан неравнодушных в стране стало неприятно. Они считают, что производители сериала коверкают информацию. И, внимание, хочу процитировать. Некоторые эпизоды сериала унижают мусульман, поскольку религиозно выглядящие персонажи демонстрируют качества, которые не соответствуют исламу и не подобают мусульманам. То есть мусульмане, так как в кино, вести себя не должны и вообще типа они себя так не ведут. Я думаю, что если не удастся договориться поменять сюжетную линию и более мягко презентабельно показывать героев, то, скорее всего, сериалу не быть. Потому что это очень большая масса, 50% населения в стране, которые подобные сериалы не хотят принимать и считают, что то, что там показано, не соответствует действительности. Настоящие мусульмане так не могут выглядеть. Стамбульская палата транспорта поднимала цены, были вообще заседания по поводу поднятия цен на общественный транспорт. Весь общественный транспорт подорожал примерно на 30%, такси подорожало на 28%. Но изначально председатель, главный человек по такси в стране и в Стамбуле в частности, их заявка таксистов вообще была на поднятие цен на 160% увеличения платежа. Да, у нас сейчас, кстати, дорожает бензин примерно плюс 3 лиры, и дизельное топливо, и бензин. Но если мы поднимаем стоимость на такси просто сверху еще на 160%, это просто нереально. Мы говорим сейчас только о Стамбуле. Так вот, по итогу запрос у них был на 160%, одобрили 28%. Таким образом, в данный момент в Стамбуле с 13 января 120 лир, это 4 доллара, это 365 рублей, я перевела специально заранее. Это стоимость посадки. С этой 4 долларов мы стартуем, поездка наша. Сколько там за километр за время вам накрутится, в общем, будет видно. Я примерно представляю, что съездить в соседний район Стамбуле, Лайпта потратить полчаса на дорогу, это будет сейчас стоить примерно 400-500 лир. Когда уже сейчас поездка в районе 40 минут от окраины Стамбула до аэропорта, то есть через весь город, через пробки, уже стоит тысячу лет. То есть прибавляем еще 20, ну там не 28%, а как раз побольше будет. В общем, и когда таксисты оказались недовольны решением повышением в 28%, казалось, что очень мало, то они обкидали камнями здание, помещение, где производилось вот это Министерство общественного транспорта Стамбула. Вызвали полицию, их усмиряли, и честно скажу, я в этой ситуации, как потребитель, как житель страны, как гражданин, я не могу быть на стороне таксистов. Всем сейчас, конечно же, тяжело, трудно финансово, все дорожает и так далее, но честно скажу, такси непомерно по местным ценам. Вот если мы берем 4 доллара, это как бы звучит допустимо, но по местным меркам, я знаю, много стран, где такси гораздо дешевле, мы возьмем даже тот же Таиланд, к примеру, это просто копейки стоит такси, с Турцией вообще сравнить нельзя. Сервис отвратительный в стамбульском такси, вот в чем проблема. Отвратительный сервис, который не стоит таких денег, и, ну ладно, не буду пока об этом рассуждать, у нас есть определенное прекрасное, в кавычках, лобби такси в этой системе. В правительстве, благодаря чему у нас нет приложений, как у всех, конкуренции у них нет, и они могут ломить цены, какие считают нужными, еще быть недовольными, в итоге обкидывать камнями государственные учреждения, госслужбы, в которых принимаются законы. Теперь новость наша иммигрантская. В Турции потерялась туристка из России, в Кимере, на самом деле в Кирише, она отдыхала в отеле. Сейчас я вам зачитаю саму новость, дословно, чтобы это было не ошибиться в датах, в чем происходило, что у нас сейчас идут поиски, розыск, подключились не только полицейские, жандармерия, афат, это МЧС турецкий, но также русскоязычные жители Кимера, окружности этих всех окрестностей, люди просто ходят, прочесывают горы, вообще все, что вокруг есть, ищут эту женщину. Потерялась надежда Ярыгина, она пропала на некой прогулке в Кирише, рядом с Кимером, это было заявление два дня назад издательства Турецкая Хурьет. Отель назывался Ака Алиндахотел в Кирише, отдыхала она одна, прилетала на Новый год. Стало известно, что она не села в самолет, не вышла в тот раз, короче, пропала. 4 января она вышла из отеля на прогулку и направилась в горы, это видели там ее последний раз. С тех пор о женщине ничего не слышно, паспорт, документы находятся в ее номере в отеле, номер скрыла полиция, заявление поступило о ее пропаже, несколько дней ее просто нигде нет, с 4 января до сих пор, никаких вообще намеков о ней, следов ее жизнедеятельности просто нет. И она просто не села в самолет, не улетела, и с этого вся началась история, когда ее начали искать, и после этого скрыли номер. Турецкая страна работает, естественно, с консульством, запрос сделала наше консульство российское в Анталии, в полицию, то есть они сообща все это делают. Идут вот эти поиски женщины везде, расклеенные в интернете, ее фотография на связи, ее родственники из России, потому что, ну, как бы, есть даже телефон в социальных сетях ее родственников. Кто обладает какой-то информацией, ее где-то видел, в общем, ей 40 лет, и она из города Кирова приезжала отдыхать в Кемер 31 декабря на Новый год, и домой она, собственно, не вернулась. А вчера в новостях в социальной жизни нашей вирусилось видео в Инстаграме в основном. В Стамбуле, в районе Бакарькёй, молодой человек, такой спортивного телосношения, накачанный, подрался с Бористой, причем так нехило, нормально, они подрались очень сильно. За то, что Бориста нарисовал на стакане его девушки, клиентки, как бы, парень был с девушкой, заказал кофе, и на пластиковом стаканчике нарисовали смайлик. Он это расценил как некое знак внимания, назовем так, домогательство, расположение к себе, и наехал на Бориста, и в итоге очень сильно его избил. Обе стороны друг на друга заявления в полицию не писали, но вот эта запись видеонаблюдения с камер в этом кафе разлетелась по всему интернету. О чем люди судача, да, о чем сплетня турецкая? Во-первых, о том, что, ну, как бы, в мусульманской стране подобное поведение, как флирт, да, это too much, может быть, не нужно было делать. С другой стороны, люди рассуждают, во-первых, это не повод прикладывать силу и бить кого-то, да, он мог его просто убить, человек мог упасть, удариться головой о бетон, и его мог просто умереть, правильно? ЧП какое-то такое могло произойти, не так легко это могло все закончиться. И также, насколько смайлик это криминально? Это могло быть просто, не знаю, хорошее расположение духа человека на сегодня, и смайлик иногда просто смайлик, а не знак внимания или конкретная симпатия. То есть идут вот эти диспуты, разговоры о том, где вот эта грань, когда это окей, можно. Конечно, если вот берем обстановку здесь в стороне людей, менталитет, я скажу, что навряд ли это было от парня, скажем так, знаком внимания или флирта, потому что он увидел, во-первых, беря заказ, что она с парнем пришла, что парень такой... Ну, это было предсказуемо, что такая реакция агрессивная может быть. Я не думаю, что парень мог на это прям пойти и рискнуть, это надо быть вообще без головы, ни о чем не думать, зная вспыльчивость людей здесь, что я думаю, что это просто какая-то, знаете, случайность, скорее всего, так сложились обстоятельства, и там какого-то слова умысла и мысли на эту тему у того, кто это... Или вообще стакан, условно, ошиблись, действительно, и, скорее всего, со собой это не несет. Мне очень интересно услышать ваши комментарии, особенно тех, кто здесь живет в стране, знают эти социальные нормы, правила поведения, как принятая вспыльчивость, правильно ли поступили в этой ситуации эти парни, и вообще является ли такой смайлик некой симпатией. Рассказал, скажем так, на котором опубликовали скрытые материалы дела судебного от Джеффри Эпштейна, если вы помните такого. В 2017 году его в 2018 судили, было вот это дело, эти дела по решению судьи американского, рассекретили это дело, опубликовали, и тут же полетел просто с сайтом, был завален больше одного дня, нельзя было ничего посмотреть и удостовериться. Почему у многих был такой интерес? Многие ждали этого открытия информации. Кто такой Джефф Репштейн? Это друг знаменитости, сам, в принципе, очень богатый человек, который с его судебного дела организовал преступную группировку по вербовке, продаже несовершеннолетних, там, самый младший в деле 14 лет до 18 лет и старше, совершеннолетние там тоже были, поставка про занятие проституцией, торговлей людьми, эта статья называется, и он организовал остров необитаемый, как бы, на котором была огромная вилла, на острове, ну, тюрьма в тюрьме назовем тогда, куда частным его джетом из разных уголков мира, в том числе из Стамбульского аэропорта, частным джетом прилетали знаменитости мира сего и проводились частные вечеринки, на которых эти знаменитости, самый топ просто политиков и знаменитости актеров, певцов, музыкантов мира, скажем так, потребляли услуги вот этой торговли людьми, услуги сексуального характера, можно так, наверное, да, назвать, и услугами несовершеннолетних. Если вы хотите интересную эту тему, просто загуглите и список вот этих людей, вот в этих материалах, знаменитостей, или как этот список всплыл, кто там участвовал, это перелеты, записи аэропортов, допросы участников, свидетелей этого дела, его охранника и пилота, стюардесс, кто возил, кто на острове работал, вот в этом, в этой вилле организация этих вечеринок, почему раньше об этом было неизвестно, потому что приезжающие и прилетающие туда подписывали контракт о неразглашении, и это была такая тусовка, максимально закрытая, там нельзя фотографировать, снимать, естественно, для самых топовых людей мира. Там засветилась, вот мне непонятно почему, Анжелина Джоли, наша святая мать всех угнетенных, которая всех жалеет. Там участвовали, конечно, Дональд Трамп, ну куда без него, это даже не удивительно, и даже научные, короче, самые знаменитые популярные люди засветились, самые топовые политики, главы государств, министры, актеры, все номинанты глобуса и так далее. Так вот, в чем, как вы скажете, почему эта новость относится к Турции? И так вот, вот в этих опубликованных документах из допросов, именно допросов пилота, который водил этот частный его джет, он говорит о том, что Эпштейн похищал, назовем так, да, вербовал несовершеннолетних турчанок, возил на этот остров, и люди пропадали, где-то возвращались и так далее, там разные есть истории. И, в принципе, Турция была, я даже прочитаю статус этого допроса, в одном из документов, конфиденциальность которого была снята, утверждала, что Эпштейн также использовал Турцию, в принципе, для торговли детьми. Вот так. Эта вся история очень долгая была, с 2000-х годов по 17-18 год, представляете, десятилетие. Жертва, скажем, там были очень многие модели, самые красивые девушки, лучшие в мире, знаменитые и незнаменитые, скажем так, жертвами этой торговли людьми за деньги, вся эта история была и по контрактам, и так, и воровали. Там большая история, много видео на эту тему есть. Но из таких знаменитостей, которые привлекло внимание вообще, по спискам эта девушка там тоже была, эта модель, как бы она русскоязычная, из Казахстана, если помните, в 2008 году была странная ситуация. Девушка, топовая модель, она снималась в рекламе Нины Ричи, я вот здесь поставлю фотографии, ее имя. Я помню эту историю на Манхэттене, никто не мог вообще понять, куда ноги растут, собственно, оказалось, к этому делу, который только через 10 лет после этого самоубийства раскрыли. Эта девушка выпрыгнула из окна на Манхэттене при успешной карьере, в топе мировом модельном, прекрасная, красивая, просто идеальная ее внешность, она была очень востребована, то есть это не кризис какой-то профессиональный, говорили о ее, скорее всего, наркологической какой-то зависимости, употреблении каких-либо веществ, и при этом говорили о том, что она сошла с ума, скорее всего, потому что она остригла свои длинные шикарные волосы, которые были в ее визитной карточкой, ее рекламой, и в странном каком-то состоянии, типа состоянии наркотического опьянения, она выпрыгнула из окна, сошла с ума, наркоманка, все в таком роде. Когда вскрылись эти дела, оказалось, что она была участницей неоднократно этих вечеринок, летала на этот остров, на этом джете, там прям есть допросы про нее, история у сотрудников охранника, скорее всего, это было не самоубийство, а, возможно, это уже сплетни додумки, да, о том, что она сказала, что она эту всю историю вскроет, она хотела оттуда уйти, ну, в общем, вот так история показывает, я вообще за то, чтобы рассекречивались какие-то такие дела подобные, криминальные, различные, надеюсь, с ходом истории во многих странах будет рассекречено очень много интересных документов, чтобы мы знали правду, как оно есть на самом деле, не, мы никогда не узнаем правду, чтобы мы знали правду, что и кто есть, скажем так, зло, и что на самом деле происходит, это очень важно. Жду ваших комментариев под видео, ваших эмоций после просмотра ролика, к сожалению, сегодня не очень много позитивных, конечно, новостей, но имеем, что имеем, извините, я не могу придумывать новости, которых нет, я просто перевожу на русский язык то, что обсуждается здесь в Турции, новости из официальных источников сплетни, чем на самом деле интересуются люди. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции, подписывайтесь, также моя почта, кому нужна, я психолог, напоминаю, индивидуальная психологическая консультация, от меня, пожалуйста, пишите на почту, тема письма, консультация. До новых встреч, жду ваших комментариев под видео, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь. Скоро увидимся.